Почему поступают двойные платежки за коммунальные услуги? К кому обращаться по вопросам текущего и капитального ремонтов? Такие вопросы жители все чаще задают представителям общественной палаты Щелковского района. Множество управляющих компаний не прошли государственное лицензирование и, начиная с 1 мая, потеряли право на осуществление профильной деятельности. 30 апреля комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение передать дома, оставшиеся без управления, муниципальным предприятиям, получившим лицензию. В рамках очередного заседания общественной палаты представители администрации рассказали о сложившейся ситуации и новых принципах работы. Будем продолжать дальше наращивать систему требований, систему открытости, когда в управляющей компании должна в определенный срок отчитаться, сколько денег собрали, сколько перечислили в ремонте, сколько получили и куда их потратили. Жилфонд будет передан на срок до 31 декабря. За это время у жителей есть возможность самостоятельно провести выборы новой организации. Процедура передачи домов в районе уже стартовала, однако далеко не все компании идут навстречу и передают документацию. Многие жители уже начали получать двойные платежные квитанции. Призвать такие организации к порядку – задача правоохранительных органов. Однако пока конфликт не разрешен, население района необходимо полностью информировать о сложившейся ситуации. Так в ходе заседания общественная палата решила рекомендовать администрации района и предприятиям, принимающим дома на обслуживание, повсеместно информировать жителей о том, в чьем ведении сейчас находится их жилье. Чтобы то, что сегодня проходит в администрации, доходило до жителей, до каждого жителя. Вот чтобы на подъездах были объявления, кто, что. И те компании, которые доверены управлять домами, они сами должны стараться оповещать жителей, что да, вот теперь мы, дорогие друзья, вот наше руководство, вот наши телефоны. Обсудили представители общественных организаций еще одну крайне актуальную тему. В октябре прошлого года палата подключилась к обсуждению строительства западного транспортного обхода города Щелково. Трасса, представленная в Генплане, вызвала значительный общественный резонанс. Жители были недовольны маршрутом, который проходил через густонаселенный микрорайон Щелково-7 и рекреационную зону. Альтернативные варианты долгое время обсуждались на уровне регионального правительства. В итоге изначальный вариант, выходивший на трассу Пушкина-Фрязина, был отклонен. Так дорога пройдет от улицы Московской через микрорайоны Хомутовский, Финский и выйдет на трассу Ивантеевка-Щелково. Общественная палата данный вариант поддержала, однако сделала акцент на том, что необходимо крайне серьезно подойти к работе с жителями, чьи земельные участки попадают в зону строительства дороги. Должны быть предусмотрены серьезные компенсации. Я считаю, что он нужен. Западный обход нужен. Все же, условно говоря, понимают вот это горлышко наше, где ни скорая проехать не может, ни пожарная, ни милиция. Скорая стоит на мосту, человек умирает. Это тоже приходит в общественную палату, жалуются люди. Наша задача общественной палаты, чтобы административные ресурсы, которые будут включены в предоставление участков, компенсации, вот чтобы тут как раз было справедливое распределение. Также палата обсудила старт третьей ежегодной премии губернатора Московской области. Прием заявок уже начался и продлится до 30 августа. 26 ноября состоится награждение. В прошлом году участие в конкурсе приняли многие жители района. Вручение дипломов прошло в рамках заседания.